Пандемия коронавируса в России есть, карантина в стране нет. Наиболее строгой из предпринятых массовых мер это сегодняшние рекомендации людям 65 лет и старше не выходить из дома, но только в течение трех недель и только в Москве. Что делать остальным возрастным людям в остальной, не ушедшей на карантин стране? Это подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки. Мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам, говорит мэр Москвы Сергей Собянин. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но, прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам. По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. То, что вы сейчас услышали, это объявление о самых решительных из предпринятых в стране мер против массового распространения довольно заразного и очень опасного коронавируса, или, как его еще называют, COVID-19. Ну, то есть, важно, конечно, оговориться, что это были не единственные меры, что, например, правительство России предприняло целый ряд мер для борьбы с распространением. Но, повторю еще раз, самые решительные из массовых мер — это заявление московского мэра, не запретившего, но рекомендовавшего людям в возрасте и тем, у кого есть хронические болезни, посидеть дома с 26 марта по 14 апреля. Всем, кто согласится, бюджет Москвы выплатит 4 тысячи рублей. Две даст перед началом самоизоляции, а еще две после, если человек не нарушит режим этой самой самоизоляции. Вы сегодня могли видеть в СМИ заголовки о том, что Сергей Собянин обязал людей старше 65 лет провести вот эти несколько недель в самоизоляции у себя дома. Но слово «обязывает» не совсем корректное. Вообще в документе написано, что нет. Это строго по желанию человека. И там, где глава Москвы именно приказывает, указывает что-то делать людям, тоже есть оговорки. Например, работодатель обязан обеспечить либо оплачиваемый отпуск, либо больничный лист человеку, который уходит в самоизоляцию. Но этот самый отпуск или больничный лист будет предоставляться только при желании работника. То есть вы понимаете, все это — рекомендации. И тут закончим про строгость этих мер. Они совсем не строгие. Они необязательные. Но при этом все это выглядит довольно логично и гуманно. По имеющимся у ученых данным, опаснее всего распространяющийся коронавирус именно для людей в возрасте. Значит, им действительно не нужно никуда ходить и нужно переждать пандемию дома. Но логика эта немножко странная. В стране ведь не объявлен карантин. И многие люди в возрасте все равно работают. И не из дома. И далеко не любая работа может стать удаленной. Вы вот как себе, например, представляете продавца или продавщицу, которая вдруг сказала начальнику, знаете, я тут считала, что мэр Москвы выпустил указ, по которому вы должны обеспечить мне условия для удаленной работы. Ну, это, наверное, все-таки невозможно. Не говоря уж о том, что далеко не каждый работодатель согласится дать оплачиваемый отпуск или больничный своему работнику. Мы сегодня поговорили с директором благотворительного фонда «Старость в радости» Елизаветой Олескиной. Ее фонд работает во многих регионах России. И было интересно узнать, как обстоят дела с немолодыми людьми, которым помогает фонд. И, кроме того, как обстоят дела с людьми пенсионного и предпенсионного возраста, о которых Олескин тоже имеет неплохое представление. Ну, так вот, оказалось, что проблема ближе, чем кажется. Даже людям, которые работают с пожилыми людьми, социальным работникам, которые часто тоже далеко не молоды, у них сейчас большие сложности, объясняет Елизавета Олескина. По большому сожалению, это очень непростая история. Если ситуация будет развиваться по плохому сценарию, то мы дождемся закрытия всего, чего можно. Но вот, например, для меня не меньше понимания проблемы, когда, например, наши сами сотрудники, тоже сами пенсионного возраста многие, ходят по десяткам пожилых людей, к каждому которых они заходят домой. Кому-то приносят продукты, кому-то помогают прибраться, за кем-то ухаживают, кому-то помогают выйти на улицу, если им нужно спуститься или подняться. И это огромная проблема, потому что сейчас они все тоже еще не оснащены ни масками, ни перчатками, ни средствами дезинфекции, которые нужны в огромных объемах. Поэтому сейчас, например, мы с регионами как раз обсчитываем минимальную потребность хотя бы со стороны слотслужб, сколько нужно для того, чтобы максимально быстро обезопасить хотя бы категорию людей, которые живут на дому. А с другой стороны, мы стараемся вынести эту проблематику в том числе на уровень совета по вопросам попечительства в социальной сфере привитательных средних голиков. Потому что это огромная проблема, если у нас с вами не будут оснащены средствами защиты люди, которые работают на прямом контакте с другими людьми, это может вылиться в очень плохую историю. Поэтому я понимаю, что сейчас еще не все перестроились, и действительно вопрос, откуда возьмутся необходимое количество маски и средства ухода. Но это вопрос того, что если ситуация будет развиваться по плохому сценарию, это будет уже не вопрос выбора, хотим мы или не хотим эти средства ухода и маски. Просто без них будет реальная опасность для выживания. Тем из людей в возрасте, кто сейчас вынужден ходить на работу, Елизавета Олескина советует все, что обычно советуют для профилактики коронавируса. То есть мыть руки, хорошо мыть руки. Кроме того, конечно же, избегать мест, где собирается много людей. Тем, у кого есть близкие в возрасте, им тоже следует выполнить рекомендации, которые уже не однажды публиковались, в том числе на Медузе. То есть нужно пореже встречаться со своими пожилыми родственниками. Кроме того, стоит убедить этих родственников оставаться дома в ближайшее время, пока не пройдет пик эпидемии. Чтобы все получилось, одной силы убеждения, конечно же, мало, нужно еще обеспечить людей материально. Ну, то есть продуктами и вещами первой необходимости. Хотя самый важный призыв Елизаветы Олескиной звучит так. Мы смотрим все новости, видим, что происходит в мире. Никакие государства не справятся без помощи людей друг к другу на местах. И без помощи соседей, коллег, волонтеров, тем более, нигде, ни в одной стране не обходятся. Поэтому сейчас такой есть хороший шанс у каждого немножко стать волонтером, чтобы просто поглянуться, посмотреть, узнать у одиноких пожилых людей. Не надо им чем-то помочь, что-то купить. Вот мы сейчас в фонде почти нон-стопом общаемся с регионами, с кем мы работаем. Это почти 40 регионов. С министерствами соцзащиты, с комплексными центрами, с домами престарелых, с сотрудниками, которые ухаживают на дому. Мы все видим, что делает Москва, как они пытаются перестроиться и помогать на дому максимально даже тем, кто раньше помощь не получал. И сейчас даже не вопрос того, насколько адекватны те меры, которые в регионах предпринимаются. Нигде в мире нет однозначного понимания, что правильно делать именно сейчас. Вот у нас сейчас не самый радикальный подход. Ну, то есть еще не все закрыто и не настолько закрыто, как могло бы быть. Но даже если все ресурсы сейчас, правда, задействовать, соцсистема без помощи общества, волонтеров точно не справится. Если ситуация особенно пойдет по тяжелому сценарию, будет не хватать соцработников, особенно в надомном. И как раз возникает та проблема, которую мы все игнорируем в обычной нашей жизни. Вот у нас система помощи, она заявительная. Она видит только тех, кто сам заявился. А если человек нуждается в помощи, но не знает, как о себе заявить, не знает, куда обратиться, он эту помощь не получит. Его просто никто не будет искать. Поэтому сейчас у нас действительно заявились и получают помощь совсем не все, кому она действительно нужна. А в условиях пандемии это становится просто угрозой для жизни этих людей. Поэтому огромная надежда на соседей, на семьи, на сообщество, на все волонтерские организации. Знаете, мы сегодня искали пример в России, где власти действовали бы более решительно, чем в Москве. То есть, где не просто были бы рекомендации или обещания 4 тысяч рублей единоразовой помощи, а где, ну вот, прямо знают, как действовать, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию. Если у нас будет, как в Италии, где очень много заболевших, где забитые больницы, где не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, и где врачам приходится выбирать, кого лечить. Более перспективного, более молодого пациента или почти что обреченного человека в возрасте. Ну так вот, в России вообще-то есть один региональный центр, где действует уже несколько дней режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Интригует? Ну вот сейчас вам придется немножко разочароваться. Дело в том, что город, о котором я говорю, это Абакан. Небольшая, меньше 200 тысяч населения столицы республики Хакасия. Заболевший там сейчас всего один. Почему там ввели режим ЧС, объясняет журналист из Хакасии Игорь Чигарских. Ну я вот специально немножко подготовился, позвонил в городскую администрацию управления по ГВЧС. Ну и у них логика такая, что это такая мера подстраховки, поскольку это столица субъекта, и много транспортных артерий проходит, аэропорт там и так далее. Они вот решили ввести режим ЧС, по факту он дает то, что они могут по 44-му федеральному закону закупать, скажем, медикаменты у единственного поставщика. То есть закон это позволяет. Ну это, в общем-то, стандартная процедура, когда чрезвычайная ситуация, то есть вводят режим ЧС, и получается, что торги, по сути, проводить не надо, то есть власти имеют право закупить там то, что нужно за бюджетные средства. Основной смысл в этом, как я понял. По сути, вот чтобы как-то это мощно отразилось, я бы не сказал. То есть действует сейчас запрет на, ну не запрет, а школы, в общем, работают в дистанционном режиме. Точнее сейчас-то вообще каникулы у школьников, но они, получается, выйдут в конце марта-начале апреля, и там, по-моему, до 12 апреля будут учиться дистанционно. Но это на самом деле не только в Хакасии, это и в Красноярском крае, и, по-моему, вообще много где. Запрещены массовые мероприятия, ну, естественно, которые организовывают там правительство, ну, скажем так, администрация, вот это все запрещено, и не рекомендовано проводить концерты какие-то частные и так далее. И все, вот по сути, режим ЧС, он никак не отражается, садики работают, детские. Тех, кто вернулся из-за границы, из, скажем так, неблагополучных стран по коронавирусу, их помещают в карантин. Вот сейчас у нас 460 человек в карантине, из них 13 человек в инфекционных больницах, а остальные в самоизоляции, на дому. Кстати, случай Игоря очень интересен. Он работает в Абакане, а живет в расположенном неподалеку Минусинске. Это Красноярский край, и, кстати, там сейчас 5 заболевших. Так вот, в чем разница жизни в городе с ЧС и в городе без ЧС. Я вот могу сказать, что я живу сам-то в Красноярском крае на самом деле. То есть, такой небольшой лайфхак. Это пригород Абакана-Минусинск, он находится в 20 километрах, но они в разных субъектах. Вот в чем прикол. И у нас все то же самое, как бы, в Красноярском крае и в садик. Вот у меня сын ходит, там ситуация вообще ничем не отличается от обычной. То есть, кто-то ходит, кто-то не ходит, и все. Давайте подведем краткий итог. Сейчас большинство работающих людей в России всех возрастов продолжает ходить на работу. Ну, может, многие и хотели бы, конечно, выполнить рекомендации вроде тех, которые дают власти столице москвичам, но это невозможно. Нужно зарабатывать себе на жизнь. Если вы слышали высказывание нашего президента про то, что средний класс это 17 тысяч рублей в месяц дохода, так вот эти 17 тысяч рублей нужно где-то зарабатывать. Бешеные деньги. Эти бешеные деньги у нас просто так пока никому не платят. Даже в Москве компенсация за несколько недель самоизоляции всего 4 тысячи рублей. Ну, так вот, ходить людям на работу надо, а больничный или оплачиваемый отпуск дают далеко не всем и далеко не всегда. И все потому, что в России нет объявленного тотального карантина, как в той же Италии. То есть, когда вы видите видеообращение Сергея Собянина, который почти как Ангела Меркель, выступая перед германским народом, говорит москвичам, что вот, большая опасность, правительство предпринимает меры, вы имейте в виду, что на самом деле все эти меры достаточно скромные, ограниченные, и по-русски это называется вообще-то не мерами, а полумерами. Небольшой побочный, но довольно интересный сюжет. Почему рекомендации московских властей адресованы именно 65-летним? Почему конкретно этот возраст? Ну, нужно, наверное, напомнить, что все-таки коронавирус в первую очередь опасен для пожилых людей? Вот конкретно для группы 60-69 лет риск умереть при заражении составляет около 3,5%. Настоящий порог опасности, когда резко возрастает опасность летального исхода, он дальше 70-80 лет. Вот там летальность составляет от 8 до 14%, то есть от 8 до 14% всех заразившихся умирает. Это данные, полученные и в Китае, и в Италии. Так почему тогда 65? Ну, потому что 65 это официальная бюрократическая немедицинская старость в России. Именно этот возраст был установлен позапрошлом году во время повышения пенсионного возраста как возраст выхода на пенсию мужчин. К чему это я? Потому что многих людей в этом возрасте, которые сохраняют активность, которые вообще-то успешны, сильно покоробили заявления чиновников о том, что их сейчас отправят на карантин и будут, ну, как бы опекать или ограждать или лишать каких-то прав. Ну, вы и сами помните слова, которые звучали у нас в подкасте, слова Собянина про то, что мои слова могут вызвать чувство протеста у дорогих москвичей в возрасте, и все меры, которые мы сейчас объявляем, они же для вашей пользы. Ну, вот так обычно разговаривают с детьми, в крайнем случае с подростками. Типа, я знаю, что у тебя сейчас внутреннее чувство протеста, но это для тебя, это для твоей пользы. Вот об этом диссонансе, когда так разговаривают разумными и вообще-то довольно энергичными и молодыми еще людьми, мы поговорили с социологом Ран Хиггс и редактором сборника «Старикам тут место» социальное осмысление старения Дмитрием Рогозиным. Он рассказал, когда в России наступает старость, и тут все сложно, это примерно 70 лет, когда человеку нужна помощь для обслуживания себя чисто физически, но и рассказал о позитивных сценариях старости, то есть таких, когда постареть не лишнее, даже если вам всего лишь 30 лет. Старость — это не только лишение, и физическое недомогание, это и некоторые представления о мире, о своем месте в этом мире, и вообще-то, наверное, самый гуманистичный период жизни человека, поскольку в таких ролевых репертуарах мы уже по-другому смотрим на мир, и первое, что мы замечаем, что фиксируется в старении, что мир чрезвычайно хрупок. Это только молодой может считать, что он перевернет горы и так далее, но на самом деле человек, существо очень уязвимое, и вот эта хрупкость мира, она держится буквально на волоске, и вот этот коронавирус нам это показывает, как в одно мгновение рушатся целые экономики, а что сейчас творится со сферой услуг, так вообще страшно представить. так вот, старики, они как камертоны, они наиболее близки к этой хрупкости, они ее могут понимать и осознавать, и кто-то называет это мудростью, у нас просто это слово немножко такое потасканное, обшарпанное, но можно даже на нем остановиться, что это мудрое понимание не только своей жизни, но и мира, и в этом смысле старик это тот человек, который может осмысленно поступать в трудных жизненных ситуациях, говоря на бюрократическом языке. Это не каждому дано, отсюда переворачивается и осмысление о старости, то есть стариком в этой прагматике можно стать и в 30 лет, но это первая ну как бы первая ролевая установка на мудрость, а вторая она немножко другая, но связана, она определяется тем, что старый человек научается думать медленно. Это человек, который как бы не прыгает за своими мыслями, отвлекающий его то на одно, то на другое, закрывающий перед ним мир эмоциями, какими-то привычками, страстями, кипением вот этим, пикотнёй, а он может мыслить одну какую-то идею, одну задачу долго. Вот если это переводить в язык менеджериальный, то можно сказать так, старик, это тот, кто может мыслить стратегически, старик, это тот, кто строит жизнь, кто видит будущее. Это вот вторая позитивная модель и дай бог состарится в таком режиме, как можно раньше. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые ещё долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, об удивительной жизни Эдуарда Лимонова. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм meduza loves you. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok